Охота Охотиться с применением самоловов А ведь капканы и различные ловушки по сути древнейшее изобретение человека-охотника Причем порой самоловы бывают невероятно ловко сделаны Диву даешься, насколько хитроумное создание охотник Вот и решил я с помощью энтузиастов трапперского дела ознакомиться с этим пластом охотничьей деятельности человека И в разные сезоны понаблюдать за тем, как они добывают самоловами различные виды животных Субтитры создавал DimaTorzok Уважаемые коллеги Сегодня мы с вами присутствуем при установке капканов на Куньях В частности, на Соболя Сзади меня типичная ситуация обитания Соболя Пыломы, ветровалы Там, где Соболь находит себе еду И укрытие Прежде всего Капкань и охота Или охота Смоловная охота С применением капканов Отличается тем, что Необходимо знать Биологию зверя Чем он питается В какое время суток он отдыхает Как передвигается Где ищет пищу В какое время суток Какие у него следы По следу можно определить Отдыхает зверь Кормится Или пошел Наевшись, пошел в свое укрытие Соболь Стройный, изящный хищник И, пожалуй, наиболее ценный объект Пушного просла Основная среда обитания Горные и равнинные тайга Кедровые, лиственные и сосновые леса Заросли кедрового и березового сланника Каменные россыпи Буреломы, леса тундра Верховье и горных рек А также субальпийские редколесья До полутора тысяч метров Над уровнем моря Вообще сейчас он встречается Во многих районах тайги От правобережья бассейна Реки Печоры на западе До Камчатки, Сахалина и Приморья На востоке Прежде всего я хотел бы вас познакомить С необходимым инвентарем Охотника-промысловика В частности на Соболя Ну, прежде всего Это рюкзак У нас обычно сложилось мнение Что самые тяжелые вещи Кладут вниз рюкзака Если вы будете по этому методу Собирать рюкзак То вам гарантированно На пояснице большая мозоль Верхний груз, самый тяжелый Кладут сверху Который придавливает ваш весь скарб Рюкзак не гремит И главное Не мешает вашему ходу Итак, смотрим Что же носит с собой Охотник-промысловик Соболятник Прежде всего Это кормилица Пила Давно отошли от того времени Когда пилы большие Неуемные В настоящий момент Достаточно много Широко рекламируемых И эффективно работающих Пил В данный момент пила Двойного действия Зуб у нее заточен Вверх и вправ Поэтому никаких у вас Не будет холостых ходов Этой пилой Вполне можно распилить 150-миллиметровой В ревно Итак Сложили Убрали Место мало занимает А работу Большую носит Естественно Тут же Не менее важный Нож Нож вам пригодится Прежде всего Нож должен быть хорошо экупирован Жало должно быть убрано В чехле Для того, чтобы себя не поразить И обязательно Нож должен убить Веревку Или хлыст какой-то Для того, чтобы Потерял Или влез на дерево Привязал его к руке Тогда он у вас При вас всегда будет Потому что нож Это кормилиц И как правило Нож должен быть хорошо заточен Потому что только тупыми Орудиями Люди калечат себе руки Для чего нам нужен нож Костер развести Ободрать зверя Себе приготовить Поесть И многие другие Хозяйственные дела Мы выполняем Ножом И наконец Самое главное Это Капканы Как правило Капканчик берет с собой Не один Не два А десятки капканов Почему? Потому что Охотничий чусьясток Или малик соболя Весьма длительный Подобрать точное место Не всегда удается И поэтому Охотник ставит Десятки более капканов А снимает урожай Весьма бывает Низкий Потому что На каждые Более десяти капканов Попадается Один соболь В настоящий момент Соболь В том количестве В каком опромышлялся Раньше нету Поэтому охотнику Приходится еще больше Носить капканов Вот Как вы видите Полный рюкзак Капканов Но Но Сегодня Другая беда Нахлынула На наших Охотников С капканами Если с историей Мы охотились Ногозахватывающим Капканами Которые По своему Строению По своим постановкам Значительно проще Чем Гуманные капканы Которые в моих руках Мы вынуждены Охотиться Теми капканами Которые Которые нам Предписывают Настоящие законы В моих руках Гуманный капкан Основная Его Работа Это Умертвить В частности Соболя В течение Менее чем Минута От 25 до 75 секунд А крупные звери От 3 до 5 минут Теперь Уважаемые коллеги Мы Пойдемте с вами И поставим Капкан На Соболя Конечности Соболя Зимой Сильно Опушены К тому же Он не сжимает Пальцы в комок А держит их Растопыренными Чтобы увеличить Площадь опоры На глубоком снегу На ходу Пухлый снег Под скачками Соболя Раздается Дважды Задними ногами Зверек Попадает Следы передних А отпечатки Мохнатых лап Соболя Почти не имеют Подробностей От когтей Следов не остается Оттиски Подушечек Пальцев Различаются Нечетко Следы передних Ног Соболя Примерно На одну пятую Меньше задних Преобладающий Ход Соболя Прыжки В голоб От которых Остаются Парные следы Характерные Для большинства Зверей Куни Породы Так называемая Двучетка По насту Зверь Переходит На более Резвый Голоб И оставляет Позади себя Трехчетку Четырехчетку След Более Напоминающий Заячий При котором Впереди передних Много Километров Пути По снегу Приходится Пройти Соболятнику Прежде чем Он найдет Подходящее Для Охоты Место Вот Что-то Похоже Вот здесь Вот Зверек Ковырялся Отыскивал Что-то По-моему Мышевидного Грызуна Задавил Вот Пошел Дальше Вот Типичное место Для Установки Капканов Это Как правило Выворотни Ветровалы Почему Их Посещает Соболь С удовольствием Вот Кстати Следочки Его Подходные Входные Выходные Потому что Здесь Чаще всего Проводит Время Боровая Дичь Которая Использует Этой Выворотни Как Галичники Поэтому Там Где Корм Там И Хищник Вот Здесь Мы Будем Ставить Первый Капкан Прежде всего Любой Капканчик Осмотрится Потому что Зверь В лесу Не только Соболь Тут может быть И рысь Тут может быть Другой Хищник Поэтому Всегда Ружье Кормилица И спутница Всегда У тебя Рядом И всегда Готова К тому Чтобы с ним Обращаться По назначению Итак Достаем Капкан Прежде всего Капканы Хорошо Готовятся Вывариваются В данный момент Капкан Выработан Выварен В еловом Лапнике Для того Чтобы он пах Окружающей средой Капканы Гуманные Весьма С жесткими Пружинами Поэтому Мы Пользуемся Специальными Приспособлениями Для того Чтобы облегчить Наш труд Прежде всего Это Рядовая Веревка Которая Позволяет нам Без Особых Усилий Взвести Данный Капкан Вот мы Надели Петлю На ногу Завели Пружину Натягиваем Видите Как легко Это делается И Фиксируем Пружину Первая Пружина Как видите У нас Взведена Но она Бездействует То же самое Сделаем И Со второй Пружиной Это Двупрыж Капкан С двумя Пружинами Зверь Соболь Сильный Взвели Фиксатором Собачкой Зацепили И Капканчик Взведен Но С ним Можно теперь Работать Устанавливать Как нам С вами Удобно Одели Пружины Поставили Фиксатор Зафиксировали Теперь Взводим Капкан Вот Насторожка Аккуратненько Не спеша Фиксируем Насторожечку Капкан Взведен Готов К действию Теперь что Теперь снимаем Пружинки Снимаем Фиксаторы Которые Держали Пружины Вот Он В полном Боевом Взводе Теперь Остается Поставить Капкан Так Чтобы Соболь Зацепил Насторожку Сдвинул Ее Тогда Капкан Сработает Устанавливаем Капкан Куда Вошел Зверь Теперь С божьей Помощью Зверь Будет Выходить Сторожку Снимет И Попадется Капкан Маскируем Маскируем Обязательно Материалом Который Находится Рядом Чтобы Не напугать Зверя В данный Момент Соболь Вошел В распад Здесь Мы Песком С выворотня Замаскировываем И Придаем Его Вид Естественной Формы Растений То есть Он как раз У нас С вами Сливается С местом Куда Только что Вошел Соболь Теперь Идем дальше Ищем Следующее место Устанавливаем Следующий Капкан Ничего Не оставляем И Идем Ищем Следующее Возможное Место Где Жировал В эту ночь Соболь Куда он Пошел На Ночевку Вот Типичное Место Где Соболь Днюет Это Ветровалы Здесь Ему И тепло И Сытно Если Он Ночью Что-то Не Съел Вот Типичные Входные Соболиные Следа В распадку Вот То место Больше всего Предпочтительно Для Установки Капкана Потому что Здесь И Натоптанно Явно Он здесь Жировал И не первый раз И что самое главное Что Выхода Поблизости Из этого Ветровала Мы его обошли У нас Не Встретилось Значит Можно Надеяться Что Соболь Здесь Начинаем Опять Всю Ту же Процедуру Ни в коем Случа Не бросайте Ружье Она вам в любую минуту Может пригодиться И дальше Устанавливаем Опять Наши Гуманные Капканы Еще раз Повторяю Что роль Гуманного Капкана Умертвить Зверя Чем меньше Он Мучается Тем Гуманнее Чем Они Предпочтительней Перед Ногозахватывающих Прежде всего При установке Ногозахватывающих Капканов Мы с вами Что Непременно Должны иметь Вертлюг Преимущество Этого Капкана Перед Ногозахватывающих Гуманного В том Что Мы его Можем Использовать Без Вертлюга Любые Ветки Любые Колья Могут Фиксировать Капкан На одном Месте Для этого Капкана Когда Взвели Просунули Жертв Уже В таком Положении Возведенном Зверь Никуда Не денется Потому Роль Этого Хлыста Это роль Потаска У Многозахватывающих Капкана Или Бывает Устанавливают Поворачивают И втыкают Два Вертлюга Вертлюги Втыкают Колья Которые Им И Фиксируют Берем Веревку Надеваем Ее На ногу Подтягиваем Пружину И Фиксируем Ее Запирающим Устройством Вот Запирающее Устройство Подтянули Зафиксировали Следующую Делаем Точно Таким же Манером Подтянули Зафиксировали Все Теперь Устанавливаем Капкан Снимаем Фиксаторы И Взведенный Капкан Устанавливаем Вместо Прохода Зверя Как вы Видите Он Слился С фоном Опадающих Веток И Практически Даже Не Маскируя Его Он Приобрел Место Такое Как Его Окружающая Среда Обратите Внимание Еще Хотелось бы Напомнить Что Гуманные Капканы Которые Убивают В течение 25 70 Секунд До 3 Минут Считается Гуманно Если Зверь В течение 3 Минут В данный Момент Соболь Погибнет В этом Капкане Поэтому Даже Если Вы Не Поставили Фиксаторы Потаски Далеко Зверь В этом Капкане Не Уйдет Потому Что Ударная Сила У него Пружин Очень Высокая Ломает Шейные Позвонки Грудную Клетку И Зверь Мгновенно Умирает Безболезненно Мгновенно Умирает Сегодня Для Капканщика Благоприятный День Небольшой Ветер Снежочек Душа Радуется Потому Что Все Погрешности Все Следы Которые Мы С вами Оставили В лесу Будут Занесены Все Погрешности Которые Мы При установке Капкана Тоже Будут Занесены Снегом Только Бы Не Шел Всю Ночь Потому Что Снегопад Зверь Ходит Мало А Основная Момент При установке Капкана Это Его Активность То есть Для того Чтобы он Вышел Для того Чтобы он Посетил Все свои Кормовые Места Итак Преимущество Гуманных Капканов Перед Магазахватывающими Очевидно Они не только Избавляют Объект охоты От мучений Но и Значительно Упрощают Охотнику Подготовку К промыслу И сам Промысел Попавший В капкан Зверек Даже такой Сильный Живучий Как соболь Быстро Доходит На месте Поимки Избавляя Промысловика От необходимости При этом Необходимо Помнить Что капкан Должен Быть установлен Так Чтобы он Захватывал Зверяка За шею Или грудной Отдел Туловище В районах Где капканный Промысел Развит Соболь Познакомившись Ранее С действием Капкана Становится Чрезвычайно Осторожным Поэтому Капканы Необходимо Обязательно Вываривать А следы Охотника И установленные Самоловы Тщательно Маскировать Сами капканы Желательно Ставить На постоянных Тропах А также На входах И выходах В постоянные И временные Убежища Использование Приманок Может значительно Повысить Эффективность Промысла Соболев В качестве Кормовых Приманок На соболе И других Мелких Куньих Используют Рыбу Тушки Птиц И грызунов Куски мяса Или внутренности Животных А также Крылья птиц Приманку Необходимо Подвешивать На высоте 30-40 Сантиметров Над капканом На ветках Или специально Воткнутых В снег Палках Пахучие Приманки Также Эффективны При промысле Соболей Других Куньих В качестве Пахучих Приманок Используют Различные Составы На протухшей Мясной Или рыбной Основе В ряде Районов Соболь Активно Реагирует На кедровое Масло Или кедровые Орехи В качестве Приманки На промысле Также Хорошо Применять Потаск Прокладывая Им пахучий След По лыжне Или возле нее Прошла Ночь Капканщик Идет Проверять Свои капканы Чем чаще Он ходит Тем вероятность Того Что дичь Его будет Целая Не будет Расклевана Птицами Съедена Крупными Хищниками Поэтому Раз в трое Суток Капканщик Обязательно Проверяет Место Установки Своих Капканов Вот И мы с вами Подходим К месту Где был Поставлен Наш Капкан Места Где устанавливается Капкан Охотник Хорошо Запоминает Или фиксирует В данный момент Мы его сразу Нашли Потому что Выворотень Легко было Определить По Лесу По его Месту Итак Мы с вами Подходим К Капкану Сегодня Удача Посетила Охотника Как вы Видите В капкан Попался Соболь Зверь Пролежал Ночь Застыл В капкане Поэтому Чтобы Не повредить Шкуру Зверя Нужно Аккуратно Снимать Капкан Здесь Здесь Зверя Особых Усилий Не надо Потому что Устанавливать Капкан И вытаскивать Зверь Это Абсолютно Две Разные Вещи Надавил На пружины И Вытащил Аккуратненько Чтобы Зверю Не попортить Шкуру Прежде всего Не напачкаем Рюкзак А самое главное Не сотрем Зверя Когда будем Двигаться Дальше По тайге В таком виде Мы его Упакованным Убираем В рюкзачок Упаковались Осмотрели Приводим место В порядок Потому что На этом месте Непременно В следующий раз Попадется Следующий зверь Главное Не нарушить Целостности Входа Пройдет время И вы непременно Здесь Поймаете Еще Потому что За Нашим Зверем Пойдет Следующий По его следам А кормные места Не так часто Встречаются В их Жизни Продолжение следует... Продолжение следует... Пойдет время Продолжение следует...